МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привести время на плюс один к Москве или оставить как есть? После заявления в Рио-губернатора Игоря Васильева в Кирове снова заговорили о переводе часов. Депутаты областного ЗАГС Собрания уже направили пакет документов. В правительство ожидается обсуждение. За чей счет банкет в Рио-губернатор Игорь Васильев сегодня прокомментировал, во что выльются замечания к управляющим компаниям и городской администрации из-за состояния кировских дворов. На следующей неделе синоптики обещают до минус 17, а, наконец, этой сильной снегопады. Дорожная техника, говорят, в администрации полной боевой, врачи и эпидемиологи говорят тоже. Всевозможные мастер-классы, презентация ретро-экспоната и настоящие съемки эпизодов из известных художественных фильмов. 4 ноября Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». 85 участников кастинга и только 5 финалистов. Скоро в эфире новый проект «Звезда караоке». О главных событиях четверга, 3 ноября, расскажет информационный канал «Город» студия Артема Панекаровских. Здравствуйте. Перевести время на плюс один к Москве или оставить как есть. После заявления в Рио-губернатора Игоря Васильева в Кирове снова заговорили о переводе часов. Вопрос, который стал уже ежегодным и традиционным, на этот раз имеет все шансы разрешиться раз и навсегда. Но по-прежнему сторонников и противников 50 на 50. Аргументы – биологические ритмы против путаницы с трансляцией телепередач, работы вокзалов и аэропортов, банков и крупных промышленных концернов. Депутаты областного ЗАГС Собрания уже направили пакет документов в правительство и ожидают окончательного обсуждения. Подробности в сюжете. Пока ученые мира продолжают спорить о том, что вообще из себя представляет время, депутаты Кировского областного ЗАГС Собрания ищут ответ на вопрос, жить по Москве или все же на час вперед. Говорят, важно сельскому хозяйству, строителям, садоводам, охотникам и рыбакам. После отказа от плавающего времени, при постоянном московском, темнеет зимой и летом, говорят, слишком рано, а лишний час точно бы помог. Председатель 6-го САЗОВ УЗС Владимир Быков, например, уже отчитался, законодатели подготовили полный пакет документов для областного правительства, но справедливости ради уточнил. На час перевести. Там есть много вопросов. И, наверное, даже есть вопросы того, что наше телевидение говорит, что там час времени, значит, какое-то будет отставание от новостных передач. Поэтому здесь нужно проработать. Вот этот комплект документов, которые готовили еще депутаты прошлого САЗО, пятого, мы отправили в правительство. Поэтому будем смотреть и вместе с правительством будем принимать решение. В пакете документов есть, например, результаты многочисленных опросов за или против. Но какой ни возьми, примерно 50 на 50. А были и чисто кулуарные опросы, и даже интернет-петиции. Автора последней Анастасии Киселева мы снимали в марте. Зимой сместились закаты. Мы ощущаем, что нам не хватает светового дня. Ощутили мы это и по счетчикам электроэнергии, из-за того, что они активно наматывают киловатты. А летом мы ощутим наоборот. Слишком ранние рассветы. Но в том же марте, что называется без купюр, опрос на улице Карла Маркса. Вся эта суета. Надо перевести стрелки в голове. Так сказать, на разумное время. А разумное-то оно какое? А то, которое согласуется с разумом. Ну не знаю, мне кажется, нет вообще разницы переводить. Ну, наверное, я все-таки была бы против, если бы жила в Кирове. В общем-то, люди привыкли уже к определенному ритму вставать в определенное время. Случайно проходящий мимо бывший мэр Кирова, господин Киселев вообще вспомнил, как в свое время с депутатами голосовали именно за московское время, потому что удобнее. Зачем переводить? Мы в свое время были депутатами, голосовали за то, чтобы одинаково с Москвой вставить время. Не надо переводить депутат. Но в противовес, опять же, врачи. Сокращение светового дня действительно может повлиять на здоровье, на самочувствие человека. И многочисленные обращения от строителей и рыбаков, на которые ссылается депутат Конышев. Биологические часы внутри нас, как утверждает некоторые специалисты, работают все-таки по-своему. Вот это мнение тех людей, которые обратились, и садоводы, рыбаки, строительные организации, которые работают на открытом месте, они ощущают это на себе как недостаточно светового дня. Не безразличное отношение к вопросу перевода стрелок выразил после одной из своих поездок по районам области в Рио губернатора Игорь Васильев. Именно с него и началось очередное обсуждение. В интервью Министерство культуры прямо сказал, Кировская область – аграрный район и живет преимущественно по биологическим часам. На мой взгляд, время вперед. Так как в 15.00 еще светло, в 17.00 уже темно. Переведение стрелок на час вперед было бы уместно. Директор Политехнического института Иван Губин допускает, что, возможно, так оно и есть. Но знакомые банкиры из родного Красноярска, где к Москве аж плюс четыре, в работе вынуждены ориентироваться на часы работы главных офисов столицы и уходить с работы около полуночи. Также путаница с ЖД и авиабилетами. Одни используют местное время, другие – столичные. А на кону сомнительный экономический эффект, если таковой вообще будет. Мои друзья, представители банковской структуры, часто уходят домой в 11-12 часов ночи, потому что в Москве еще рабочий не закончился, и они вынуждены по каким-то своим операциям, по внутренним, работать до того момента, пока не закроется головной офис. Соответственно, люди начинают работать в 8, заканчивают работать в 12. Боюсь, что здесь может происходить нечто подобное. Мне лично, как человеку, да, и как работнику удобнее работать в одном режиме с московским регионом. Это касается и командировок, да, и работы с московскими компаниями. Мы в одном часовом поясе, и у нас один рабочий режим. В вопросе, переходить к Кировской области на плюс один к Москве, или все-таки не переходить, не хватает только массового голосования, и главное – всех жителей региона. Именно на этом закончили обсуждение вопроса депутаты прошлого созыва областного законодательного собрания. Кстати, именно их доводы снова взяты за основу очередного обсуждения перевода стрелок. Говорится, что пакет документов уже направлен в правительство области, и, вероятно, очередная попытка опередить Москву на час будет обсуждаться именно в этом ключе. Артем Панекаровский, Александр Рожков, информационный канал «Город». Игорь Васильев сегодня поделился личными впечатлениями от прогулки по Кировским дворам. Управляющим компаниям поставил неут и потребовал выложить бухгалтерию на стол. Глава области дал поручение проверить, куда коммунальщики тратят деньги жильцов буквально до копейки. Прогуливаться по дворам для оценки качества работы управляющей компании отметил Игорь Васильев. Сейчас самое время весной настанет пора приводить придомовые территории в порядок. И ЖЭКи должны четко понимать, на какие средства и что именно они будут ремонтировать. Выводы в РИО для коммунальщиков неутешительные. Приводить в порядок управляющим компаниям предстоит буквально все. Вы знаете, очень многое не понравилось и работать нужно очень многим. Первое, я, наверное, сказал бы так, что вот те дворы, которые мы пустили, оценка двойка по любой шкале. Хоть по пятибальной, хоть по стубальной. Потому что нельзя назвать асфальтом то, что мы там увидели. Нельзя назвать озеленением, так сказать. Знаете, вот такие старые автомобильные покрышки, так сказать, то, что было там в 70-е годы в армии солдаты красили белым цветом. Это недостойно, так сказать, жителей города Кирова, недостойно столичного облика. Назывались цифры, которые управляющие компании потратили на ремонт придомовых территорий. Так сказать, на мой взгляд, они не соответствуют тем затратам, которые были произведены. Игорь Васильев уже провел разъяснительную беседу с представителями управляющих компаний. Основной вопрос к коммунальщикам. Если жители недовольны состоянием подъездов и дворов, куда же уходят деньги? Глава области отметил, отныне власти будут внимательно следить за расходованием средств управляющими компаниями. Мне кажется, здесь не нужно стесняться, нужно называть вещи своими именами. Если люди тратят огромные средства на заработные платы внутри управляющих компаний, то я хочу понять, кто это. Если это слесари, сантехники, люди, которые убирают, красят, моют, это правильно. Если это управляющий персонал, это в корне неправильно, это нужно поменять. Игорь Васильев будет и впредь прогуливаться по Кировским дворам. Глава региона уверен, при таком подходе долго ждать результатов не придется. На следующей неделе синоптики обещают до минус 17, а наконец это и сильные снегопады. Дорожная техника, говорят в администрации, в полной боевой. Врачи и эпидемиологи говорят тоже. К концу октября рассказали сегодня в Роспотребнадзоре заболеваемость в области стабилизировалась. Кировчане адаптировались к низким температурам, в домах появилось отопление. Ко всему, отметили специалисты, существенных изменений у штамма гриппа в этом году не произошло. Последние недели сентября, это у нас был пик заболеваемости осенней. У нас было по области где-то 9,5 тысяч обратившихся за медицинской помощью. На прошлой неделе мы загрессили 6, ну 6,600. Еще неделю, вторую ноября мы будем иметь благополучную по гриппу РВИ. С конца ноября начнет подниматься заболеваемость, как и правило, у детей младших возрастов. Начало эпидемии специалисты прогнозируют на январь. У дорожников уже горячая пора уже началась. Работа, отметили вы в администрации, сейчас ведется в дежурном режиме. Техника уже пущена в работу. Возникают проблемы на спусках, подъемах, в случаях, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, либо туда заходит грузовой транспорт не оборудованной зимней резиной. В этом случае нами организовано дежурство тягачей. Не всегда из-за пробок быстро получается реагировать. Только в ночь со среды на четверг по отчетам на улице города было высыпано более 180 тонн бионорда и песко-соляной смеси. Объезжать опасные участки специалисты начинают с раннего утра. В предстоящие выходные, заверили, будут также дежурить в круглосуточном режиме. На пятницу и субботу синоптики прогнозируют сильный снегопад. В городе пройдут митинги, а общественный транспорт станет ходить по-другому. Предстоящие праздничные выходные будут богаты на события. О главных в двух словах расскажем далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В пятницу, 4 ноября в Кирове пройдет праздничное шествие с участием профсоюзов и работников различных организаций. Несколько тысяч человек соберутся у здания мэрии. В 9.30 колонна двинется к театральной площади. Чуть позже в Халтуринском парке и на Московской от театралки до Вечного огня состоятся митинги политических партий. В пятницу, 4 ноября в Кирове изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Коснется это общественного транспорта, курсирующего по Карломаркса от Воровского до Преображенской. На этом участке в пятницу пройдет праздничное шествие. Утром с 9.20 до 10.00 автобусы и троллейбусы будут двигаться в обход данного отрезка пути. Проехать нельзя будет и по Московской. С 11.00 до 11.30 улицу перекроют от театральной площади до Вечного огня. С раннего утра и до окончания праздничных мероприятий на площади также будет закрыта улица Карла Липнихта. 4 ноября в пятницу на театральной площади разместится ярмарка «Ноябская». Торговые ряды начнут работу в 9.00 утра. В пятницу с 10.00 утра на театральной площади начнут литься поздравления кировчанам. Первыми слово возьмут Игорь Васильев, Валерий Владыкин и митрополит Вятский. Слободской «Марк». После для собравшихся выступит оркестр УФСИН России по Кировской области. Праздничные мероприятия также пройдут в Порошино, Нововятске и Дороничах. Вечером в пятницу кировчан приглашают на спектакль, который невозможно пропустить. Актеры популярного сериала «Сладкая жизнь» выйдут на сцену ДК «Родина». Проекция кусков сериала и скелеты из шкафа. Все это зрелищно, интересно, честно и остроумно. Те, кто любит наш сериал, даже если вдруг вы его не любите, непременно приходите посмотреть, дарить хорошее настроение. Очень, очень ждать. Ромка даже обнимет каждую третью женщину. До встречи, пока! Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Один человек влачил травмы в результате аварии в Яранском районе. Там водитель фургона не уступил дорогу многотонной фуре. Самое резонансное происшествие за последние сутки в специальной рубрике. Всевозможные мастер-классы, презентация ретро-экспоната и настоящие съемки эпизодов из известных художественных фильмов. 4 ноября Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». 85 участников кастинга и только 5 финалистов. Скоро в эфире новый проект «Звезда караоке». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек получил травмы в результате аварии в Яранском районе. Там водитель фургона не уступил дорогу многотонной фуре. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Авария произошла утром на 178-м километре трассы «Вятка». Мужчина за рулем «Газели» не пропустил грузовик. Водитель автомобиля «Газели» на неравнозначной перекрестке, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем МАЗ, имеющим по отношению к нему преимущество. После столкновения водитель «Газели» получил травмы. От госпитализации мужчина отказался. Полиция разыскивает двух подозреваемых в краже ноутбука. Преступление произошло на Октябрьском рынке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали приметы злоумышленников. Все произошло днем, 13 октября, в торговом центре на территории рынка. Воры похитили ноутбук с прилавкой и скрылись. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Всех, кто опознал мужчин на фото, просьба позвонить по телефону 8-953-687-70-80, 8-912-331-50-80, 67-43-18 или 02. Неудачный отметил годовщину с момента получения водительских прав пьяный лихач на ВАЗовской семерке. Удостоверение молодой человек получил 29 октября 2013 года. Эту памятную для него дату водитель решил отметить спиртным. Сначала пил, потом сел за руль классики и устроил ДТП на улице Луначарского. Ты не снимай меня лучше, я не провоцирую. Я не провоцирую. Я всегда вон там, в этом, депутаты, которые воруют. Но их тоже снимаем иногда. Да и не снимай. Они тоже пьяные катаются. На водителя составили административный материал за два нарушения – вождение без страховки и отказ от экспертизы. Всевозможные мастер-классы, презентация ретро-экспоната и настоящие съемки, эпизодов из известных художественных фильмов. 4 ноября Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году «Ночь искусств» пройдет под эгидой «Года кино», поэтому все выставки, творческие площадки, мастер-классы будут посвящены этой теме. Посетителям, например, предложат сделать эксклюзивный пригласительный билет с использованием каллиграфии и печати Ивана Грозного или снятся в эпизоде для фильма. «Ночь искусств» отличается мастер-классами, интерактивом. То есть есть у людей возможность попробовать себя в качестве художника, поэкспериментировать. Хочу обратить ваше внимание, что на ряд мероприятий вход все-таки будет платный. Это коммерческие выставки и мастер-классы. С подробной программой «Ночи искусств» можно познакомиться на сайте Управлению культуры. Музеи и выставочные залы города 4 ноября будут работать до 10 вечера, но если желающих будет достаточно, время работы могут продлить. 85 участников кастинга и только 5 финалистов. Скоро в эфире новый проект. Звезда караоке для тех, кто любит петь, не боится сцены и хочет получить главный приз в первом вокальном конкурсе. Отбор участников уже прошел, и сегодня начались первые съемки потенциальных финалистов проекта. Перцают, как звезды, огоньки ресторана. В табачном угаре мне снится Татьяна. Я на сону твоей руки не хвалила. И мне в них не подлежать всегда лишь нам хвалила. Вам такая песня, она вот прейзе, прейзе. 85 вокалистов в одном месте, 7 часов съемок. И один на всех одинаковых шанс стать настоящей звездой караоке. На кастинг пришли и любители, и те, кто вокалом занимается профессионально. Но перед этим микрофоном все равны, потому что это конкурс караоке. Я никогда не занималась профессионально. Это просто мое личное дело. Хочу попасть в телевизор. Устала Алла. Все. Учителя, водители, парикмахеры, менеджеры и охранники магазина. Те, кто любит петь, не обращая внимания на время и место. Просто для души или в хорошей компании. Петь, потому что хочется поделиться радостью или наоборот, когда немного грустно. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. На самом деле, когда мы увидели то количество участников, которые приехали, пришли, прилетели, приплыли к нам на кастинг, мы просто обалдели. Потому что это было практически 100 человек. Мы не ожидали такого количества. У каждого горели глаза. Каждый хотел показать свой талант. И оказывается, в нашем городе очень много людей, которые любят петь, которые хотят показать, что они поют не хуже других. Ольга Малышева прошла в полуфинал. Парикмахер по профессии, бабушка троих внуков, уже имеет опыт сольных концертов. Теперь вот решила выйти, если можно так сказать, на большую сцену. Нравится петь. Я не могу без песен. Я утром стою, хоть в 6 часов утра, хоть в 7 часов, говорят, связки спят, но я пою. Все клиенты знают, что я пою. Все и в городе, в общем-то. Но я пою в городе. У меня были сольные концерты в городе. Звери пьют ее, не напьются, смотрят люди и удивляются, откуда это взялась вода. Вальдемару Кузикову на кастинге даже не понадобилась музыка. Он исполнил собственную песню. И вот теперь он тоже в полуфинале. Да, свою песню я попробовал исполнить, да. Первый раз, как получилось, не знаю. Как будет дальше, что я буду исполнять, тоже не знаю. Хотелось бы свои, но как получится. Кастинг прошел, у участников начались первые съемки. Совсем скоро подготовка к первому этапу конкурса. Никто из них пока не знает, что приготовили для них жюри. Сейчас редакторы проекта как раз заняты поиском песен для полуфиналистов. По условиям проекта участники не могут выбирать свои композиции. И для многих этот выбор станет настоящим сюрпризом. Глаза свои открыла, теперь пою не я любовь. Поем, и эта песня в мире эхом отдаётся. Из 20 полуфиналистов в финал пройдут только 5 человек, которые и будут бороться за главный приз. Кстати, за участников можно болеть не только по ту сторону экрана. Всех желающих приглашают на съемки звезды караоке. Информация о времени и месте будет появляться в официальной группе проекта ВКонтакте. Первая телеверсия проекта выйдет в эфир уже 13 ноября. Ксения Зиновьева, Дмитрий Анциферов, информационный канал «Город». И в завершении выпуска прогноза погоды на завтра с ним вас познакомит Ольга Медведева. Для человека, который родился в этот день, талисманом является хризалит. Нельзя отправляться в дальнюю дорогу. Люди верили, что это принесет неудачу. Если же сыграть свадьбу в этот день, это хороший знак и залог счастья для молодых. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 4 ноября в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем минус 4 градуса, ночью минус 6. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Я желаю вам легкой пятницы. Таким был этот четверг, 3 ноября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok